Добрый день! Темой нашей сегодняшней лекции будет криптовалюта в современной платежной инфраструктуре. Мы посвятим биткоин. Биткоин это первая успешная криптовалюта, электронная платежная система, в основу которой положены идеи криптоанархизма. Как писал ее создатель, некто под псевдонимом Сатоши Накамото, биткоин был создан, чтобы люди сами управляли своими средствами, чтобы третья сторона не могла заблокировать чужой счет или отменить транзакцию. То есть исключаются любые финансовые институты при совершении расчетов между теми, кто непосредственно совершает сделку. Таким образом вопрос доверия комитенту заменяется криптографией, а из системы исчезают накладные расходы на участие третьих лиц в транзакции. Сатоши выложил в публичный доступ исходные коды биткоин под MIT лицензией, которая позволяет производить любые действия и использовать его в любых целях. После того, как вокруг этой идеи образовалось сообщество, которое стало ее активно поддерживать и развивать, Сатоши самоустранился и перестал как-либо участвовать в жизни проекта, по крайней мере в явном виде. Чем отличается биткоин от других электронных валют? Криптовалюта биткоин обладает рядом уникальных свойств по сравнению с другими электронными валютами. Первое. Децентрализованность. Кошельки биткоин связываются через интернет друг с другом и образуют одноранговую сеть. Все участники в сети равноправны. Каждый хранит у себя полную версию всех транзакций в сети. Эмиссия тоже происходит децентрализованно. Получают монеты те, кто отдает свои вычислительные мощности на поддержание сети, защиту транзакций. Ограниченность эмиссии. Всего в системе будет сгенерировано не более 21 миллиона монет. При этом каждая монета может делиться до восьмого знака после запятой. То есть монет в обращении должно хватать, даже если ими будет активно пользоваться большое количество людей. В итоге получается дефляционная модель, в отличие от привычной нам инфляционной. Анонимность платежей. Соблюдая минимальные правила безопасности, можно совершать анонимные платежи, так как адреса биткоин очень трудно привязать к конкретному человеку. И новые адреса можно создавать даже для каждой транзакции. Отсутствие контролирующих органов. Следствием децентрализованности является отсутствие каких-либо контролирующих органов, которые могли бы заблокировать транзакции, откатывать транзакции или накладывать иные ограничения. Если у вас есть средства биткоин, то ими управляете только вы. Техническая реализация. Средства биткоин хранятся локально в кошельках на компьютерах пользователей в зашифрованном файле. Программы кошелька, связываясь с другими кошельками, создают одноранговую peer-to-peer сеть, где каждый участник обладает всей историей всех транзакций и может проверить входящие данные на корректность. Например, не пытается ли кто-то потратить одни и те же средства дважды. Данные о транзакциях хранятся в специальных блоках, которые образуют цепочку. Каждый следующий блок ссылается на предыдущий. Таким образом, сохраняется вся хронология транзакций. Созданием этих блоков пользователь занимается на добровольной основе, вкладывая свои вычислительные ресурсы, взамен получая эмиссионное вознаграждение. Чтобы подделать какие-либо данные в сети, злоумышленник должен иметь вычислительные мощности не менее 50% от сети биткоин, которая даже на данный момент уже больше самого мощного существующего суперкомпьютера более чем в 10 раз. Стоит также отметить, что больше чем за 4 года существования биткоин, сеть не была взломана ни разу, несмотря на открытые коды, которые может изучать любой желающий и солидное вознаграждение, которое можно было бы получить, найдя уязвимости. Экономическая реализация. Как уже говорилось ранее, для расчетов с использованием биткоин не нужна третья сторона, поэтому цена транзакции обычно гораздо ниже, чем в любых других электронных валютах. Эмиссией биткоин может заниматься любой желающий, отдавая свои вычислительные мощности для нужд криптозащиты сети. Таких людей называют майнерами. Эмиссия запрограммирована так, что количество новых монет, появляющихся в сети, не зависит от количества майнеров, поэтому при их увеличении каждый станет получать меньше и наоборот. Эмиссионное вознаграждение будет уменьшаться примерно каждые четыре года, пока не будет сгенерирован 21 миллион монет. Первое уменьшение произошло в ноябре 2012 года. Кстати, биткоину уже более четырех лет. Со временем награда для майнеров сместится с эмиссионных поступлений на сбор комиссии с транзакцией. Однако нужно понимать, что есть обратная сторона медали – это отсутствие контролирующих органов. И отмена транзакции также ведет к тому, что если у вас украли биткоины или вы их потеряли каким-либо образом, то никто откат транзакций не сделает и не вернет пропажу. В данном случае вся ответственность лежит на владельце биткоина. Мы можем посмотреть на курс биткоин на сегодняшний день. За один биткоин 93 доллара. Также видим, что курс поднимается только вверх, без каких-либо серьезных колебаний. Большой экскурс в историю взаимоотношений евро и американского доллара. На схеме показана история с 2004 года. На схеме показана курс колебания валют евро по отношению к доллару. Также посмотрим на схему, где показано взаимоотношения британского фунта, стерлинга, по отношению к доллару за период с 2004 года по 2013 год. Теперь можно посмотреть статистику биткоина за период с 2009 по сегодняшний день, 1 апреля 2013 года, как изменялся курс биткоина по отношению к доллару США. Немного статистики по биткоин нетворк. На 1 апреля 2013 года всего имитировано 10 миллионов 977 тысяч биткоинов. Это равно 1 миллиарду 29 миллионов 642 тысячи 600 долларов. Также показана вычислительная мощность сети, количество транзакций сети в час. А потребление электричества равно 459 мегаватт в час. То есть майнеры, которые затрачивают энергию своих компьютеров, не затрачивают больше, чем это равно потреблению банкоматов по всему миру. В мае 2010 года за 10 тысяч биткоинов были куплены две пиццы. Через три года после этого за 10 тысяч биткоинов можно уже купить пиццерию. Это будет стоить 938 тысяч долларов. Кто пользуется биткоином? Будем откровенны, сейчас биткоины используются чаще всего для покупки чего-либо нелегального или обхода запретов на определенные виды деятельности из-за его свойств. Как примеры нелегального использования, можно привести сайт Silk Road, который работает только в анонимной сети Тор и принимает к оплате только анонимную криптовалюту биткоин. Занимается сайт преимущественно продажей запрещенных медикаментов. Другой пример – обход запрета на азартные игры в Америке. Там нельзя со своей зарплатной карты перевести средства в онлайн казино, поиграть в нем и вывести выигрыш назад на карту. Но можно конвертировать деньги в биткоины и играть на них в казино, так как эту операцию довольно трудно проследить. В Иране, на который наложили санкции США, получить доллары довольно затруднительно, но и эти преграды обходятся с помощью биткоин, который набирает там популярность. Один иранский певец уже начал продажу своих композиций за биткоины. Некоторые иранские разработчики просят клиентов платить им биткоином. Также Wikileaks принимает пожертвования в биткоин от тех, кто по каким-либо причинам не может перевести им средства другим путем или хочет избежать лишних вопросов, сделав пожертвования анонимно. Mega планирует принимать биткоины в качестве оплаты услуг хостинга. Также известен интернет-магазин, который начал принимать биткоин после того, как его оборотные средства в одной из традиционных электронных валют были заморожены в связи с какой-то проверкой. Ни для кого не секрет, что подобные проверки с замораживанием средств ведут к значительным убыткам, а то и вовсе могут поставить крест на бизнесе. Поэтому неудивительно, что бизнес проявляет к биткоину повышенный интерес. Все больше и больше легальных сервисов внедряет у себя прием биткоин. Из наиболее известных можно отметить такие компании, как WordPress, Reddit, Internet Archive, 4Chain, Wikileaks, TorProject. Internet Archive сотрудники даже высказали желание получать биткоина в часть зарплаты. Обменники начинают работать с биткоин, OkPay, XML, Gold, VMCenter и другие. Существуют биржи, которые специализируются на обмене биткоина – MTGox, BTCE, Bitstamp. Но есть и биржи, которые добавили биткоин в существовавшем и ранее у них парам валют, например, Virvox. Стоит отметить, что объемы торгов на биржах уже довольно значительные, несмотря на юность криптовалюты. У той же биржи MTGox месячный объем торгов составляет около 50 миллионов долларов. Интеграция. Если говорить о перспективах биткоин, то как минимум стоит обратить внимание на текущие тенденции. Тут стоит отметить повышающийся интерес представителей консервативной экономики к криптовалюте. Как пример можно привести документ о виртуальных валютах с описанием работы биткоин, который опубликовал Центральный Европейский Банк. Или что сотрудники Morgan Stanley и Goldman Sachs в Лондоне и Нью-Йорке посещают биткоин-биржи по 30 раз за день. Публикация о биткоин Forbes, Bloomberg, Reuters и других уважаемых изданиях. Даже авиакомпания Emirates Airlines выпустила статью о биткоин в журнале OpenSkies. BitInstant занимается выпуском карт MasterCard, которые можно пополнять биткоинами, а многие сервисы интегрируют биткоин в свой бизнес. Немецкий журнал Blink, посвященный либертарианской политике, выпустил специальное исследование, посвященное биткоин, и начал принимать биткоин в качестве оплаты за новые выпуски и архивы. То есть можно говорить о том, что будет продолжаться интеграция с существующей экономикой, и темпы пока что явно будут только расти. Развитие Сервисы, связанные с биткоин, тоже не стоят на месте и постоянно развиваются. Появляются онлайн кошельки, сервисы гаранта, новые биржи, обменники и другие. Явно прослеживается тенденция, что еще есть довольно много незакрытых ниш, и кто первый занимает место, тот дальше и правит баллом в этой нише. Биржа MTJox тому прекрасный пример. Борьба Я не думаю, что существующие финансовые институты будут спокойно смотреть, как криптовалюта оттягивает пользователей и занимает позиции там, где раньше они правили баллом. Поэтому логично предположить, что будет вестись борьба с ней, но в каком это будет виде, пока непонятно. На данный момент ее практически не наблюдается. Недавно даже по телеканалу Россия 2 был сюжет о биткоин, где он описывался весьма положительно, чего трудно было ожидать от государственного телеканала. Эволюция В процессе того, что его эволюция со временем сделает его мало похожим на то, что изначально задумывал Сатоши Накамото. А может быть, появятся и еще более удачные реализации, которые смогут со временем потеснить биткоин. Время покажет. В процессе, когда делалось это видео, 4 апреля биткоин достиг новой высоты 129 долларов 30 центов за один биткоин. Это достаточно сильный рывок. Я думаю, что уже ничто не остановит падение всех основных валют по отношению к биткоину. Спасибо.